Это по-русски сказать какашка. Это вот со всего дома. Здесь было вот все полностью затоплено. С работы приезжаешь, вот так воды удесят было, но воду туда не лью, как бы я опасаюсь. Я вот посуду помыл, чик воду набрал, пошел в унитаз вывозу. Еще в сентябре прошлого года дети-сироты забили тревогу. Дом, который им предоставил региональный жилфонд, тонет в канализации. Материалы для труб, их диаметр и глубину залегания при строительстве выбрали неправильно. Труба как минимум 2-2,30 должна закопана быть, а по факту 27 сантиметров. Несколько раз в месяц жильцы делают генуборку, спасаются от наводнения, латают квартиры. Так в одной уже сгнил пол. Тут у меня все было. Я тут слабила, я замазывала, старалась буквально менее аккуратно. Сил уже нету. Вот как можем, делаем ремонт. После нашего сентябрьского сюжета о коммунальных бедах жителей ситуация заинтересовался следком. Следователь говорит, что, ну, обещает, что все будет выполнено. Вот. Грубо говоря, он нас кормит только завтраками, потому что по факту ничего вообще не происходит. Звонили в самбарную ЖКХА, они нам ответили, что, ну, они вообще не собираются, как бы, ничего устранять, никакие свои ошибки. А между тем, специалисты регионального жилищного управления пояснили нам другое. Мол, сейчас идет работа по включению дома в краевую программу капремонта социально значимых объектов на этот год. А также управление готовит иск в суд к застройщику. Прорабатывается вопрос о возможности проведения работ по капитальному ремонту существующих наружных сетей водоотведения канализации за счет средств краевого бюджета. Если суд признает вину застройщика, то с него взыщут деньги на ремонт дома. Тем временем в Светкомином сообщили, что все еще проводят строительно-техническую экспертизу многоэтажки. Расследование самого дела продлено до середины июня. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжение следует...